и этот фалос достаточно внушительных размеров прекрасно перекликается с еще большим фалосом еще больших размеров которые мы можем видеть на этой самой герме привет всем разгребая тут старые архивы я нашел папки с видео которые снимал еще в сша ну у меня есть масса выпусков но еще осталось огромное количество того что я не успел смонтировать и помимо этого я нашел еще вот такую замечательную книжку это каталог из бостонского музея изящных искусств ну странно конечно рекомендовать его посетить потому что в принципе поездка в сша это отдельное приключение поездка сша сейчас это уже такая история из области фантастики учитывая все эти там к видны и прочие политические аспекты тем не менее я всегда посещаю музеи во всех городах особенно крупные нот вашингтонская галерея национальная она уже была отображена в моих видео еще будет отображена потому что этом снимал например рембрандтов рафаэля те картины которые когда-то висели в эрмитаже и были благополучно проданы плюс там у меня был выпуск про музей космонавтики совершенно сногсшибательный в нью-йорке естественно ходил музей митрополитен на тот момент туда еще можно было попасть за один бакс не все об этом знали но те кто знали попадал сейчас они уже к сожалению насколько я знаю лишили туристов этой возможности за один бакс митрополитен могут попасть только жители города нью-йорка а в бостонский музей изящных искусств можно попасть за 20 там с чем-то баксов по моему стоил билет и этот билет давал право прохода туда два раза что в общем-то было прекрасно и там я купил этот каталог каталог недешевый кстати тоже стоит 24.95 но в общем считаете 25 долларов и здесь отображена вся экспозиция в этих музеях представлен весь вообще срез культуры можно сказать человеческой но в общем от древности до ван гогов и я отдельно потом покажу особенно в митрополитене ван гогов потому что я всегда говорю что простите я выключу это к чертовой бабушке чтобы нам не мешало потому что там они сохранились гораздо ярче ну то есть это более яркие краски везде и в париже и в рекс-музее мы в амстердаме в общем если придете в эрмитаж то почувствуете разницу так вот собственно здесь я бы хотел открыть на странице возможно я ее там подсниму сниму значит с изображением чаш это баул фу миксин вайн и моды да то есть чаша для смешивания вина с водой древние греки как вы в курсе никогда не пили вино в чистом виде они его разбавляли чтобы не напиваться в усмерть а те кто напивался как раз ну сразу имеется ввиду ими всячески высмеивались и здесь написано что этот кратер располагается в общем среди величайших вообще сосудов древней греции одна из сторон показывает одно из первых изображений греческого бога пана бог козлины в общем бог козел и пан преследует испугавшегося юного пастушка впечатлительная ну то есть выдающаяся эрекция этого бога она дублируется в герме который располагается рядом в общем некое изображение бога гермеса которое располагалось на перекрестке дорог на самом деле гермы это несколько более широкое понятие и в общем то об этом мы сейчас с вами и поговорим итак теперь по-русски действительно мы видим бога пана за ним нечто с торчащей елдой он бежит за пастушком заметьте не за пастушкой а за пастушком который от него убегает и елдак у самого этого пана активно нам намекает на характер преследований этого самого пастушка этот фалос достаточно внушительных размеров прекрасно перекликается с еще большим фалосом еще больших размеров которые мы можем видеть на этой самой герме более привычные формы фалос мы можем видеть еще на одной герме изображенной на еще одной вазе причем на этот фалос помещен венок как собственно и на голове у божества как собственно и ветки вставлены куда-то там сбоку если вы зайдете во двор музей имени щусева на воздвижинге то вы увидите вот такие вот статуи на самом деле это не статуи это гермы одна из них геракл в львиной шкуре другая это изображение двух возрастов бога виноделия диониса итальянские копии 18 века причем у диониса вы если посмотрите внимательно то листик прилеплен только с одной стороны там где он уже с бородой а у геракла листик естественно полагается тут же что этот фиговый листок прикрывает я думаю вы уже прекрасно догадались тут надо сказать что гермы это верстовые столбы по нашему говоря это и указатели это и обереги это обозначение каких-либо границ той или иной территории не трудно догадаться что изначально на ней на этой герме помещали бога гермеса а поскольку гермес это бог плодородия то в культе плодородия фалос имеет огромную роль землю надо оплодотворять поэтому мужской детородный орган частенько помещали внизу гермы и на него иногда вешали всевозможные подношения в виде венков например причем до сих пор неизвестно что было первичное или сами столбы назывались гермами и поэтому бог назывался гермесом либо наоборот бог назывался гермесом и поэтому столбы стали называться гермами но данном случае конкретно для нас это абсолютно неважно вот например экспонат из археологического музея стамбула кстати сейчас в стамбул вы можете слетать там довольно щадящие правила по въезду для вакцинированных переболевших и так далее я там был еще в середине нулевых настоятельно рекомендую вам этот город так это гермес пропилей привратный то есть при воротах и эту работу приписывают скульптуру алкомену а датируют ее пятым веком до нашей эры вот герма с изображением геракла из античные мессены сейчас это мессина город в греции а это копия античной афинской гермы с демосфеном работы полиевкта находится она в мюнхенской глиптотеке которая была возведена по проекту лео фон кленце для нас это знаковый архитектор потому что по его же проекту был заведен новый эрмитаж в петербурге если вы присмотритесь внимательно к его фасаду то вы там увидите те самые гермы только с женскими головами но в дальнейшем за место голов богов стали изображать конкретных людей полководцев императоров и в данном случае как вы можете догадаться член там уже внизу не присутствовал но в тема мужской писи вот вам пожалуйста еще бог приап он в древнегреческой мифологии бог плодородия ну а у римлян еще и бог полей садов согласно аристофану и лукьяну у него было еще одно название фаллет ну-ка подумайте с каким словом оно перекликается да да празднество и торжественное шествие в честь фаллического божества согласно плутарху носило название фалифории торжественная фаллическая песнь согласно аристофану название фалликон ну и все эти слова однокоренные слову фалос фрески с этим приапом были обнаружены на стенах в помпеях я не нашел в этом музее изображение бога приапа но буквально пару слов хочу все равно сказать про него и показать в данном случае изображение уже из других музеев не во всех я к сожалению был надеюсь когда-нибудь попаду потому что там вот этот вот аспект отражен более чем ну а еще во время раскопок в пикарде были найдены забавные такие вот статуэтки это первый век до нашей эры заметьте что они из двух частей то есть сначала вы видите просто вроде как идущего человека но вы снимаете верхнюю часть и вуаля фалоимитатор а вот уже более привычная картина ну судя по всему врач мамолог пульпирует грудь своей пациентки не иначе и совершенно с чистыми мыслями а это некий силен пытается как вы понимаете наверное станцевать здесь он сидит на бурдюке с вином наблюдает за торчащим из его плоти отростком и явно задумывает повеселиться здесь он уже судя по всему выпил этого вина причем он уже сидит не на бурдюке а на кратере с вином это тоже намек на характер того что было до этого и что будет после а здесь он пытается коммуницировать с одной из дам так же как и еще один его напарник что опять-таки намекает на характер всех этих процессий тут он собирается прямо кувалды раздолбить кратер чтобы попить вина но а у нормальных людей как вы видите писи очень маленькие что по одной из версий считалось привилегией аристократии большой елдак это для ну вот таких вот вот видите с дубиной с копьем в общем для простолюдинов вообще селен это бог плодородия воспитатель и приемный сын дионисы вместе с которым он странствует по свету во главе дикой толпы сатиров именат самый известный дионис он же вак он же гоша он же гога находится у нас в эрмитаже меня вот в школьные годы всегда поражала эта картина во-первых я удивлялся текстуре и форме этого прекрасного человека а также меня поражал мальчик откровенно писающий в углу а второй напивается чем-то с левой стороны и это был явно не лимонад и ну опять-таки мало кто нам мог вразумительно объяснить что на этом полотне происходит вообще посещение ленинградского ребенка эрмитажем для экскурсоводов было конечно настоящим мучением потому что нужно было проводить мимо огромного количества голых баб мужиков там еще куча религиозных мотивов а ты весь такой атеистичный из пионерской идеологии в башке совершенно вообще не вкуриваешь что происходит ну и усиленно также было много сыновей всяких нимф вечно пьяный как их отец они подобно сатирам не давали проходу этим самым нимфом короче все это вы как раз могли видеть на представленных вазах также на примере вот таких керамических фигурок где не просто илда торчит а вот можно сказать что у у этого персонажа явно железные яйца ну и кубок члена и откровенно неприятная внешность тоже намекает понятно на что есть изображение уже на тарелках где мужчина и женщина моют полы и мужчина тщательно помогает женщине в этом процессе домашней уборки а это невинная казалось бы сцена тоже предлюдие полового акта гетера не зря трогает мужчину за бороду помимо битвы где вы можете опять таки увидеть довольно скромное изображение детородных органов всевозможных пьяных танцев есть изображение симпосиев симпоси такая дружеская пирушка мужская где происходит от это естественно когда мы говорим про сексуальность в древней греции и гомосексуальность в частности ну тут есть конечно же важно понимать контекст то что то как мы сейчас воспринимаем сексуальные аспекты в то время воспринимали совершенно иначе во первых действительно все было завязано на всевозможных мистериях на понятиях связанных с определенными божествами на естественно культе плодородия и так далее это кстати характерно не только для древней греции как вы понимаете и то что для нас является там какой-нибудь абсценный лексик или абсценной сценой для древних греков как вы видели на примере этих же самых герма являлась совершенно натуральным вообще явлением жизни и тем более что то же самый фалос например частенько рассматривался как некий оберег как защитная какая-то защитная предмет наделенные защитными свойствами да то есть вы как вампира чеснокому пугали всяких злых духов ну и нежелательных посетителей мне вашей территории то есть не нужно думать то есть не нужно рассматривать это как кита или мета элементы тотального разврата тем более что и время было несколько и но и все было проще да и развлечений скажем прямо было гораздо меньше зато многие люди были здоровее для в отличие от нынешней ситуации и в пандан этому я хочу вас познакомить с одной статьей она называется классическая филология цензура нравов автора гаспарова дело в том что я очень долго искал вообще этот журнал у меня тут есть целая пачка ксерокопий свое время еще в 90-х годах я его откопировал и в интернете к сожалению этого до сих пор нет то есть какие-то куски здесь собраны статьи тогдашних литератора литераторов и искусствоведов прямо по эпохам то есть тут есть про древнюю грецию тут есть про наше время тут есть про классику отличная статья по названию рука победителя про переписку бакунина с белинским значит затем про эпоху авангарда про достоевского про чехова неприличного и так далее в общем вот вот это все и все они посвящены тому как основном вела себя литература в советское время когда понятное дело цензура была довольно жесткая и вот здесь я буквально некоторые моменты вам хочу зачитать очень мелкий шрифт к сожалению поэтому я буду всматриваться старейшина нашей классической филологии 95-летний сергей иванович соболевский но это на тот момент он был 95-летний вспомнил однажды на заседании античного сектора института мировой литературы когда я защищал докторскую диссертацию о синтаксисе арифт аристофана то академик корж потом подошел и сказал мне понравилось как спокойно вы цитировали непристойные места молодая 70-летняя мария евгеньевна гробарь пасек с незабываемой живостью откликнулась знаете сергей иванович я как говорится не пастерская дочка но ваш аристофан и мне бывает не в моготу чтобы она сказала про мои лекции где я иногда употребляю слово жопа да что как вы понимаете не имеет отношения к реальной жизни в общем здесь идет речь о том что аристофана на самом деле есть была масса всевозможных нецензурных мест не мудрено они были даже у пушкина с мутюгами с прочими и и так далее аристофан пожалуй действительно рекордсмен по части античной метеорогнозии вот загуглите что это такое мой коллега гусеев написавший аристофане книгу говорил что этот автор доводит текст до такого градуса что и простое слово большой ощущается как жуткая непристойность ну что такое большой действительно вы могли наблюдать вот эти все гипертрофированные елдоки и так далее у котула есть стихотворение которое в последнем русском издании 1986 год начинается вот уже я вас промежуток мерзкий фурии с аврелием беспутным вот вот уже я вас как бы непонятно что не подумайте дурного в тексте представленном в издании длительстве наука было написано всего лишь вот уже я вас спереди и сзади эту строчку для перевода шервинского придумал я когда редактировал его перевод и очень ее гордился она была точнее чем в прежнем переводе того же петровского написавшего растяну вас и двину негодяи то есть естественно само употребление слова здесь не приводится но это не границы есть два вида непристойной поэзии один пользующийся непечатными словами другой заменяющий их иносказательными перри фразами перри фразами я думал пара фразами тут написано перри фразами может если слово перри фраз видите век живи век учись примером первого могут быть юнкерские поэмы лермонтова но это конечно обздец я вам хочу сказать чтобы поэма лермонтова но может быть о них имеет смысл поговорить отдельно но я просто не знаю как потому что их невозможно цитировать имеется ввиду уландша петергов и иодок и ножнику то есть это как раз то что показывает жизнь в естественном виде и все вот эти вот персонажи у которых розы из жопы растут они мне кажется порой просто не понимают на самом деле как на сам как вообще протекала эта самая жизнь даже в 19 веке вот лермонтов это наглядно показывает надо сказать что тогда когда читал статью я не знал про эти поэмы и даже посмотреть их было негде на тот момент примером 2 царь никита пушкина это противоположность эту противоположность заметила еще эйхенбаум в общем все такие фамилии эйхенбаум пасек или пасек наверное ну в общем здесь идут размышления про то как вообще это все отображать и так далее литература нового времени культивировала преимущество поэтику второго рода а фольклор и литератур новейших поэтику первого рода ну то есть первого рода это со всеми и и всем собственно остальным в русских и советских условиях такая ситуация с углублялась мощные работы и цензуры нравов но это спасибо к понятно и вот дальше он переходит собственно к теме полный марциал издавался по-русски дважды в первый раз 1891 году это был перевод фета с параллельным латинским текстом пропущенных стихотворений было много насколько-нибудь образованно читатель мог угадать их содержание по латинскому тексту латынь и греческий язык в традиционной россии вследствие особенно реформы образования который очень серьезную существенную роль предложил михаил никифорович катков мне все никак не довести экскурсию до конца причистенки или наоборот оттуда не начать где вот катковский лицей располагался здание его сохранилось нынешние станции метро парк что там культура получается да в общем туда дальше хамовники начинаются было бы интересно проверить не остались ли переводы пропущенных стихотворений в архиве фета но вот хотите проверьте значит и дальше он переходит к советскому времени вот прадникова федора александровича 5 петровского но это для меня он некий естественно людей в этой сфере он большая величина но он переводил лукреция компаньело витруя но марциал остался одной из лучших его переводческих удач тут он перечисляет почему только на моей памяти он вычеркнул из планов издания два раза похороны по первому разряду привычно говорил петровский это имеется ввиду то что это издание марциала два раза не могли выпустить когда книга наконец вышла в ней было пропущено 88 стихотворений это около 8 процентов всего основного марциаловского корпуса федовском марциале было прописано пропущено 109 стихотворений да и в старое время нравы блюли строже любопытно что состав пропусков порой не совпадал ну то есть он перечисляет что было пропущено до революции и что здесь например в переводе меньше грубости в петровском чем в подлиннике марциала в эпиграмме на лириду было прямо сказано феллат а в эпиграмме на заила фютюс цензура боролась не против слов против тем в общем вот эти все части имеется ввиду употреблялись прямым текстом запрету подвергались две темы обе относившиеся с официальной советской точки зрения к области извращений это педерастия и оральный секс но оральный секс это однозначное извращение в советском союзе его не было нигде никогда поэтому с ним активно боролись любопытно что этим подводились под одну скобку два разных культурно-исторических явления педерастия в античном обществе была социально институированной формы молодого добрачного приволья вообще надо сказать что вот есть статьи в интернете можете посмотреть на арзамасе есть хорошая статья посвященная сексуальности древней греции где говорится о том что педерастия была частью инициации юношеской да то есть юношу переводили на обряд его посвящения ну и там собственно старший его опекун его посвящал ну про все эти развлечения у воинов древней греции там перед боем как они друг друга умножали это даже не буду говорить диаген лаерский поминает как один почтенный платоник до превозмогая отвращение демонстрировал свою любовь к мальчикам чтобы считаться настоящим философом то есть вот представляете до такого доходило ты не ты ты не философ если так сказать не дергаешь маленького мальчика за писюн а ранний же секс осуждался почти так же категорически как в 19 веке и обычным обозначением для него были слова неудобосказуемое соединение неудобосказуемое соединение видите даже в древней греции несмотря ни на что вот как бы взять в рот считалось как позором все остальное пожалуйста а вот это ну с чем это связано сложно догадаться может быть можно было предположить что это там не знаю вы растрачиваете семя но с другой стороны извините анальный секс это что тогда такое вы тоже в общем-то семя растрачиваете не по назначению поэтому распространение представления об античной свободе нравов или языческом разврате не вполне корректно вот это очень важный момент который бы я хотел подчеркнуть эпиграмма марциала тех кто любит мальчиках я тех кто поганит рот были рассчитаны на очень разные читательские отношения и передать этого в интонациях перевода была интересная задача впрочем повальное вычеркивание еще не худший способ борьбы с этими темами переводчиков античников по крайней мере не заставляли прибегать к фальсификации между тем тот же шервинский говорили что в переводе арабских поэтов ему приходилось любовные стихи к мальчикам систематически переадресовывать девушкам да то есть вот это то ради чего собственно я вам это читаю потому что посвящается мужскому полу а получается женскому общая матерь земля будь легка над моею над моей айсигеной и выступала она также легко по тебе стихотворение неплохо эпиграф даже очень хороший однако в греческом подлинненьким упоминается не осигена а осиген пожалуйста ну и еще например если всю ночь напролет ты пьешь то ты все обещаешь а поутру не даешь и плен поутру прекрасно да без остановки кнутом четвертню голубой погоняет а четвертня не бежит вот так ловкий котиан речь идет о церковной вознице из команды голубых состязавшихся зелеными и белыми это он говорит о том что люди думали что голубые это те голубые на самом деле нет контекст совершенно иной то есть у страха глаза велики они в любых каких-то стихотворениях пытались это усмотреть в общем мы приводим читателю малую часть эпиграфа марциала в общем вот так вот обстояло дело да то есть на самом деле несмотря на все эти сцены которые я вам показал да не нужно думать опять-таки про древнюю грецию что там была сплошная вот это вот садом гамора пиндосня гейропа и все такое прочее поэтому я естественно не полностью вам раскрыл данную тему я раскрыл только в том аспекте в каком я вот успел поснимать экспонаты в музее в бостоне надо сказать что я потом ходил рассматривал значит экспозиции в разных местах где есть античные всевозможные выставки ну то есть и у нас и в эрмитаже и значит в гмы имени пушкина но признаться в общем вот таких откровенных сцен как в бостоне да у такого набора я пока нигде не встречал именно поэтому я решил вас с этим ознакомить друзья мои в мае вас ждет последний заезд мой в москву будет две экскурсии и потом я ну как минимум месяц уже не появлюсь потому что будут эти экскурсии в петербурге как минимум в пятницу вечером и на выходных суббота воскресенье иногда будут добавляться экскурсии в четверг все расписание вы можете посмотреть мне на сайте ссылка на который есть внизу ну и напоминаю про три своих книги если вы хотите как-то занять ваш досуг это путеводитель невский с перцем вот многие просто покупает и гуляют по невскому говорят очень удобно а некоторые читают это даже не будучи в петербурге потому что она эта книжка идеально подходит для чтения в любой точке планеты потому что она в принципе не привязана территориально ни к чему ибо истории там не только про дома но и про людей и про разные события и так далее книга о грамотно проведенной пиар-компании во время русско-японской войны как правильно промыть мозги очень полезно это читать сейчас и остросоциальный роман корень о петербурге конца 90-х начала нулевых так что все это можно приобрести на сайте и после моих экскурсий в этом случае я их подписываю на этом все увидимся с вами оффлайн и онлайн с вами был гид павел перец пока